Очень важный момент это положение кулака при работе на макеваре. Абсолютно не большинство всех адектов, которые работают на макеваре, работают кулаком по ней. В момент соприкосновения кулака с ударной частью ставят кулак в то положение, в котором он находится в конечной фазе приема. Я поясню, как это выглядит. То есть так, как абсолютное большинство всех адектов используют макевару преимущественно для набег, или по крайней мере работают на ней так, как нужно работать, когда мы набиваем кулак. То есть не пробивают его на глубину далеко. Или работают на макеваре на такой, который не пробивается на глубину. Например, дерево там, ну достаточно толстого, так обмотанное чем-то. Даже если оно слегка пружит, там отклонение полсантиметра, сантиметр. То есть фактически на такой макеваре поставить пробивную технику нельзя. Так как нет наполненности на всем протяжении, как я говорил уже 20 сантиметров, которые не нужны, чтобы пробить в глубину тела противника. То удары идут все на поверхности. И кулак ставится таким образом. Если отрабатывается сейкин чопуцки прямо на полокон. Вперед. То кулак доворачивается таким образом, что в самой конечной фазе он находится в том положении, в котором он является, в котором он находится в фазе завершения. То есть, наверное, костролюбличный выразился, но я поясню. Вот смотрите. Бьем на кулаку. Вот конечная фаза кулака это полный доворот. Вот это конечная фаза. Вот в эту фазу и происходит соприкосновение с макеваром. То есть, в эту фазу происходит само касание. Таким образом. Для того, чтобы набивать кулак это нормально. В других приемах это проще. Там тататски все понятно. Там как бы мало доворот. И в конечном положении и уже в среднем положении после выхода кулака он уже почти довернут. То есть, там и на фазе поворота мало. А вот тут фаза большая, да? И в конечную фазу кулак уже довернут. Я поясню, в чем тут, собственно говоря, нюанс. Отводная камень заключается. Если мы работаем по поверхности макевары, занимаемся над ним, то это нормально. Это нормально. Синвьюн танк. Это вполне приятно. Почему? Потому что... Тебя приближешь и тебе лучше. Потому что... Та фаза, которая проходит кулак от момента касания и до конечной фазы... Ну сколько там? Сантиметр или два всего лишь. То есть мы работаем по поверхности. Но все меняется, когда мы работать начинаем не по поверхности макевары, а начинаем ее пробивать. То есть работаем на постановку приема. Ставим удар. Ну, предположим, мы макевару пробиваем уже не по бойку, по самому, а по поверхности. А немножко пробиваем туда вовнутрь. Что получается? Кулак у нас поворачивается на всем протяжении приема, ну примерно равномерно. Чуть больше он доворачивается в самой конечной фазе. То есть вообще товоротка происходит больше в конечной фазе. Так что же получается? У нас кулак в воздухе доворачивается в самый последний момент. Ну или с середины удара доворачивается таким образом. И никто не бьет вот так. Кулак довернули, а потом ударили, да? То есть он доворачивается ближе к концу. А мы пробиваем дальше. Получается, что мы кулак тогда довернем раньше времени, да? То есть если в момент соприкосновения с макеварой кулак должен быть довернут, получается кулак довернут, а нам еще надо проходить туда. Получается, что мы ломаемся в собственный прием, делаем его неправильно. Вот на самом деле, с того, на какую глубину вы макевару пробиваете. Если пробиваете глубоко или глубоко. Вот сейчас в середине расстояние. И кулак, он в промежуточной фазе находится уже. Ну в самом конце доворачивать его нет смысла. Вы просто содержите кожу на костяшках. Доворачивать не надо. Но если вы запланировали, что кулак развернут должен быть вот здесь. Значит здесь, на макеваре на макеваре, он должен быть вот в таком положении. А не в таком. Если вы ее пробиваете чуть-чуть. То есть так это выглядит. Таким образом. Сейчас я приближу, покажу. То есть, сама техника приема должна полностью сохраняться. Вы не должны свой прием ломать. Он должен быть абсолютно правильным. На всем протяжении кулак оборачиваться. Значит и здесь он. Вот он движется. Вот в таком положении. Только там он доворачивался. Значит и здесь он макеваре должен быть. Вот в таком положении. Недовернутый. Теперь, соответственно, логично делаем вывод. Что чем мы глубже макевар выбираем. Если мы хотим ее пробить до самого конца. Да? То фаза соприкосновения с бойком выглядит все более с недовернутым кулаком. Если мы соприкасаемся вот здесь. То кулак в таком положении находится. Но если соприкосновение происходит здесь. То кулак еще находится в почти вертикальном состоянии. То есть я планировал его сам довернуть. То есть там уже в отбойнике находится мишейная. То есть там доворот происходит. А здесь в момент касания кулак еще находится. Вот в таком положении. То есть тут почти вертикальный. Под 45 градусов. И выглядит это так. Вот. Такое положение. Приближе. И посмотрим. Внимательно. Опять же я говорю. Что доворачивать в самом конце нет смысла никакого. Почему? Дабы не пролить руки. По сути да. Поворот должен быть. Но он и будет. При работе на снарядах на других. Или когда вы работаете в шингарах. Почему я в них рекомендую работать. Потому что в шингарах вы не садите руки на повороте. Очень плотное соприкосновение. Вы проворачиваете. Несколько проворотов таких. И вы садите себе кожу. Несколько проворотов таких. И вы садите кожу. Поэтому проворачивать не надо. В каком положении пришел кулак на боёк. В каком он должен пройти. И до самого конца. Обязательно. Либо работа в шингарах. Так. Поближе посмотрим. Ну я думаю что все понятно. Значит. Ну до резюме так. Чем глубже вы пробиваете пакевар волниток. Тем в более вертикальном положении находится кулак. Если встречаете мешин здесь. То кулак почти вертикальный. Если дальше. То он уже под 45. И далеко в самом конце. Он повернут. В ризонтальном состоянии. Только так. Будет правильно. Остальное просто повредит вашу технику. Испортит ее. Вы будете в воздух пить одним способом. По мешку другим. А он выкивает третьим. Толку от этого будет чуть. Вытка от этого мора. Я думаю что за ответ. Подписывайтесь на ?